Ну что ж, друзья мои, мы продолжаем эфир, ежедневный эфир бизнес-канала на Финам-ФМ, и теперь его вторая часть под названием «Бизнес-класс». Несмотря на пятничный сегодня уже предвыходной, предуикендовый день, и настроение такое же, все-таки у нас достаточно серьезная тема. Поэтому, уважаемые слушатели, я прошу вас, да, несколько-то сейчас напрячься, напрячься, и, естественно, проникнуться этой темой. Значит, я сейчас озвучиваю ее абсолютно серьезно. Мы обсуждаем сегодня концепцию BYOD, говорим о том, что это такое и зачем это нужно. В гостях у меня Борис Щербаков, генеральный директор DEL. Добрый день, Борис. Добрый день. Уважаемые слушатели, к нашей беседе у вас есть возможность присоединиться, естественно, но делайте это, делайте это с огоньком. Телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании finam.fm. Звоните, пишите, задавайте вопросы, делитесь мыслями, интересуйтесь, потому что, действительно, это очень интересно. Даже вот, Борис, такую фразу я прочел в интернете. Что такое технология, да, концепция, которую мы обсуждаем? Это уже не тренд, это свершившийся факт. Просто многие об этом еще не знают. Да, не знают, как называется. Совершенно верно. На самом деле, этим уже пользуются достаточно активно. Да, да. Давайте с этого начнем. Собственно, что это такое? Ну, начнем с того, что сегодня пятничный вечер, как вы сказали. Многие, наверное, заканчивают свою трудовую неделю, собираются поехать на дачу. Кто-то, может, даже полетит куда-нибудь, там, за границу на денек-два. Это было бы неплохо. Погреть свои кости. Главное, выбирать места, да, где не так напряженно. И это здорово, это прекрасно. Да. Люди начинают, так скажем, следующий этап своей жизни. Вот была рабочая жизнь в течение недели, а дальше они начинают уже, так сказать, свою личную жизнь в какой-то мере. Можно назвать ее сопряженной с предыдущим периодом. Ну, в общем, это своя жизнь. Конечно. Улетели, приехали на дачу. Ну, и пользуются, естественно, какими-то девайсами. Это неизбежно. Все мы за последние, там, 10-15 лет обросли разными устройствами. Это начиная от простого мобильного телефона и с там более усовершенствованными гаджетами, включающие все смартфоны, планшетные компьютеры, лэптопы. У кого-то стоит дома домашний компьютер, еще по-прежнему десктоп, так называемый, то есть настольный компьютер, раньше так называлось. И вот все вот эти гаджеты, все это безумное количество разных приборов, которые так или иначе должны быть между собой связаны, должны работать и понимать друг друга, слышать друг друга. Ими хорошо бы воспользоваться. Воспользоваться именно в выходной на даче? Да, конечно. В выходной на даче, чтобы почитать там почту рабочую. В выходной на даче, чтобы почитать рабочую почту, это забавно. Ну да, или там создать какой-нибудь контент, если не хватило времени в течение рабочего периода времени. Ну, до последнего времени что происходило? То есть у нас были свои собственные устройства, кто-то там подсел на Apple, кто-то там купил себе компьютер другой фирмы обозначенной. Третий пользуется только смартфоном, он к нему привык, ему вообще не хочется ничего менять в своей жизни. Но потом он приходит на работу, и там совсем другая жизнь. Почему? Там другие... Там другие требования к устройствам, там другие корпоративные стандарты, там существует сетка корпоративная, корпоративная сеть, которая требует определенных, определенного уровня безопасности прежде всего. Ну и в основном, конечно, уровня безопасности. Требует приложений, которые не работают на других устройствах. У каждой компании свои приложения, тонны приложения, где-то самописные, где-то общедоступные. И вот это не работало, ты приходишь со своим устройством, ты не можешь его включить. То есть тебе говорят, да, твое устройство, как бы оно хорошо ни было, убери его, положи. Ну мы с этим все сталкивались, вспомните, 10 лет недавности, например, нашу историю. Ну 10 лет недавности выбора особого не было, а сейчас... Так оно и было, да, ты приходишь на работу и пользуешься, естественно, корпоративным устройством. Для корпорации это дополнительные деньги, это вложения. То есть, безусловно, она обеспечивает вас компьютером, она тратит эти деньги, тратит деньги, настраивает, все это требует контроля, мейнтенанса по-английски говоря. То есть устройство должно содержаться в надлежащем порядке, должно проходить там профилактику, должно проходить, соответственно, реинсталировать постоянно новые программы. Все это должно быть. Ну для корпорации это достаточно накладно, ну прежде всего в том смысле, что это требует определенных вложений в железо. Ну как минимум в железо, еще и нужны люди, которые это железо... Как минимум в железо и куча людей, которые должны этим управляться. Ну вот насчет кучи людей, сейчас все больше и больше мы скатываемся в такой ситуации, что идет некоторая унификация этого сервиса, он уже далеко не всегда производится локально, а управлением компьютером, управлением сеткой, сетью компьютерной корпоративной занимаются люди, которые сидят весьма удаленно. Они могут сидеть где угодно, там от Бангалора до Бразилии. И это, конечно, не очень удобно, потому что все равно хочется какого-то живого общения. Конечно, хочется, да, посмотреть в глаза. Смотреть в глаза. Ну так устроена корпорация, что это удобнее для корпорации прежде всего, ну и в принципе не несет больших проблем для пользователей. Борис, я прошу прощения, вот эта куча, да, огромная куча людей, которые мы сказали, да, все это дело обслуживать, она все меньше и меньше, я правильно понимаю? Да, она, конечно, сокращается, безусловно, она сокращается, требуется все меньше компетенции для того, чтобы обслуживать даже сложные системы. И все более, все больше этот процесс автоматизировал. Ну, какое-то время назад возникло движение, оно спонтанно возникает, как все обычно в мире. Все, что естественно, оно происходит спонтанно. Никто его специально не вводил в нашу жизнь, не насаждал. Но когда люди приходили со своим устройством вполне, в общем-то, приличным, хорошего качества. Порой даже лучше, чем мне предложат. Ну, бывает лучше, бывает хуже. И оно не работало в корпоративной сети, это было неудобно. И корпорации многие придумали такой ход, они говорят, а почему не допустить в нашу корпоративную модель, айтишную, да, не допустить те устройства, которые по-любому используются, они уже оплачены, их уже купил пользователь. Более того, ведь он пришел, ему дали корпоративное устройство, а он со своим все равно ходит, и у него два устройства. Может, ему не давать корпоративное устройство, подумали крупные компании, крупные фирмы, и развитие технологической мысли пошло по этому направлению. И оно привело к образованию концепций, которые вот этими четырьмя буквами, не очень переводимыми, не очень произносимыми в русском языке обозначены. Б-й-о-у-д, то есть там по-английски это bring your own device, принесите свое собственное устройство. Но если мы буквы начнем переводить, ну я не слышал. Не надо переводить, уже становится понятно, да. Принеси свое устройство и работай, дорогой, сядь, работай, причем что здесь, что на даче, я с этого начал, что в Ницце, работай со своим устройством. Мы обеспечим тебе полную функциональность этого устройства в нашей корпоративной среде, и, что самое важное, мы обеспечим уровень безопасности всему тому, чем ты занимаешься. То есть уровень доступа, уровень идентификации пользователя, естественно, это будет носить корпоративные стандарты. Здесь в данном случае ты не нарушаешь никаких наших барьеров. Правил. Да, не можешь нарушить, по определению ты не можешь, у тебя будет стоять куча фаерволов, куча ограничителей, которые ты по-любому не сможешь нарушить. Ну, это, опять-таки, ход мысли привело к тому, что эти системы стали активно создаваться, я имею в виду системы контроля, идентификации доступа, секьюритизации, обеспечения безопасности в целом, можно сказать. Они стали создаваться, многие умы, там, многие тысячи человек, часов были затрачены на то, чтобы их создать, и чтобы они, главное, чтобы они обеспечивали работоспособность практически всех устройств, которые в мире существуют. 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 И любой операционной системы, от iOS до Android. Но это, по-моему, неисполнимая задача. Нет, это вполне исполнимая. Более того, мы к этому подходим сейчас. Серьезно. Лидеров мобильных устройств, одним из мировых лидеров настольных компьютеров, ну, с этого компания начиналась. И, безусловно, она поддерживает эту тенденцию и создает свои новые системы, исходя уже из этой концепции. То есть, они уже изначально нацелены на то, чтобы работать в любых корпоративных системах. Борис, спасибо огромное. Мы сейчас прервемся. У нас время новостей, новости на Финам.ФМ. Потом продолжим. Ну, что ж, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. А в гостях сегодня Борис Щербаков, генеральный директор ДЭЛ. Мы обсуждаем концепцию BYOD. Что это такое, зачем это нужно. Ну, и за эфиром мы поговорили с Борисом. Мы поговорим сегодня о многих и более интересных, или о многих других интересных вещах, которые подразумевают нашу сегодняшнюю тему. Я еще раз напомню, на всякий случай, телефон студии 651099.6. Код Москвы 495. Сайт компании финам.ФМ. Уважаемые слушатели, звоните, пишите, задавайте свои вопросы моему сегодняшнему гостю. Ну, что ж, Борис, продолжим наш разговор. Итак, возвращаясь к технологиям. Значит, основная идея, я так понимаю, что мне не нужен корпоративный гаджет. У меня есть свой, а корпорация с удовольствием дает мне возможность присоединить этот гаджет к корпоративной сети. Да, корпорация с удовольствием дает мне эту возможность. И более того, где-то в чем-то даже меня поощряет. Поскольку здесь есть очевидное снижение, фактически, затраты. И это удобно как для меня, так и для корпорации. Ну и понятно, что корпорация готова была бы мне предоставить возможность использовать, наверное, мой домашний рабочий настольный компьютер. Это маловероятно. Мы все понимаем, это смешно. Никто не ходит сейчас по улицам с домашними компьютерами. Все уже давно перешли на форм-факторы. Это такой есть сленг некоторый у компьютерщиков. Это что значит? Форм-фактор, это, ну, собственно, перевода не требует. Это как выглядит ваше устройство. В какой форме оно существует. Вот оно может существовать в разных форм-факторах. В том числе, как раньше называли, там, на ладонной, помните? Да, да, да. Направление, на ладонный компьютер он был. Ну, сейчас практически любой смартфон, это, по сути, есть полноценный на ладонный компьютер. Более того, его мощность уже сравнима с тем, что могло стоять у вас на столе 10 лет назад. Я уж говорю, с точки зрения способности обрабатывать и сигнал, и голосовое, и видеоизображение, с точки зрения наличия приложений, которые на нем установлены. Конечно, это мощный компьютер. И все более и более мощный становится, потому что элементная база развивается четко по закону Мура. Каждые два года должно быть удвоение мощности самого, собственно, чипа, да, вычислительного устройства. Корпорация Intel в этом сильно помогает, на самом деле, всем производителям. Ну, не только Intel, но и другие производители чипов, но, в частности, Intel, с которыми мы сотрудничаем, безусловно, долгие годы, достаточно плотно. Понятно, что все устройства сейчас так или иначе мобильны. Мы идем к этому семимильными шагами. И самым удобным, наверное, было бы для вас, наверное, как для пользователей, для любого человека, когда это устройство могло бы трансформироваться из мобильного в настольное. Ну, мы все привыкли к печатной клавиатуре, там, сидя за столом, видя перед собой некоторый монитор. Сейчас революция тачскринов идет, совершенно очевидно. Там несколько, там, уже лет она началась как назад, а сейчас продолжается. И практически все производители компьютеров перешли на тачскрины. Делл не исключение, опять-таки, мы выпускаем несколько устройств, которые могут быть управляемы за счет прикосновения, там, пальцем к экрану. Это ничего, ничего в этом сверхъестественного нового сегодня нет. Уже нет, уже нет. Но это становится повседневной реальностью, в жизни удобно. Так вот, главное, чтобы это устройство еще можно было бы трансформировать. Это очень важно. Поэтому навеска, так называемая... Ну, трансформировать в физическом смысле слова. В физическом смысле, да, в физическом смысле, чтобы вы могли его использовать в том числе и как привычный вам форм-фактор настольного компьютера. Для офисной работы это очень важно. Потому что мы большую часть времени проводим сидеть за столом, и мы в какой-то мере уже привыкли. Вот так же, как вы сейчас сидите. Совершенно верно. Но я хотел бы уточнить, мы в какой-то мере привыкли, а что, допустим, мешает, если пройдет, наверное, какое-то количество времени, привыкнуть к чему-то другому? Ну, жизнь подскажет. Наиболее эффективный способ, да? Жизнь подскажет. Но не все так удобно на сегодняшний день в тачскрине, как нам бы иногда хотелось. Но, например, в смартфонах очень трудно попасть в клавишу. Безусловно. Многие могут подтвердить пользователя. Иногда за счет попадания не в ту клавишу вдруг вылетаешь в совершенно другую какую-нибудь там сферу, куда не хотел попасть. Совершенно нет. Если ты смс, печатаешь смс, да, попадаешь не на ту букву, может исказиться смысл фразы. Совсем исказиться. Да, совсем. Может совсем исказиться смысл. Ну, в общем, компания ищет правильный баланс, там, правильное сочетание между миниатюрностью устройства и его функциональностью. Там разные экраны существуют, там, 13-14 дюймов. Все так или иначе нацелены на разные потребительские сегменты. Кому-то нужен больше, кому-то нужен меньше. Ну, так, грубо говоря. Ну, вот к офисному вы привыкли. Какой у вас монитор? 17 дюймов у меня, по-моему. 17, да. Ну, опять, это задача техническая. Чем больше информации в моменте я вижу на компьютере, тем это лучше. Ну, я думаю, что ходить с таким устройством по улице... Ну, будет сложновато, конечно. Было бы сложновато, поэтому хотели бы его сократить, там, наверное, до 8, 7-8 дюймов. Ну, вот к этому и идет вся концепция BYOD. Вы приходите на работу с компьютером, который ваш функционально устраивает. Вы ставите его на стол и превращаете его в полноценное офисное устройство. Ну, смотрите, меня устраивает функционально. Вот такая вот история. Да. Как я ее на стол поставлю. Ну, вам хотелось бы, чтобы она стояла на столе. Тогда я в офисе, да. Мне хотелось бы, чтобы... Да, у нее был док, специальный док-стейшн, да, там называется станция, докирующаяся станция. И желательно, чтобы еще была клавиатура. Вот, конечно. Потому что тыкать пальцем стоящий впереди компьютер никто не будет в здравом уме. Ну, вот по этому пути примерно двигается корпорация, создает устройства, которые могут использоваться в разных вариантах, в разных вариациях. Причем трансформеры, так называемые, они могут иметь самые разнообразные вариации технологические. Это и планшет, который вставляется в некоторую рамку и может просто выниматься, а рамка служит основанием и является, собственно, полноценным док-стейшном и клавиатурой. Ну, то есть, если бы, да, вот сейчас я, допустим, вставили и продолжайте работать. Да, и вот все работает. Продолжайте работать. Это удобно. Это удобно. На самом деле. Бывает, что там выдвигается из одного из другого. Ну, у всех по-разному. У Dell это имеет форму рамки устройства, там, XPS, там, Latitude, они имеют форму, там. Форму рамки. Удобно это для пользователей? Это, безусловно, удобно. Привыкли ли к этому люди? Ну, привыкают. Мы, естественно, как любой пользователь, мы... То всему хорошему быстро привыкаешь, да. Мы должны быстро привыкать. Надо понять, что это хорошо и удобно. Учиться использовать. Ну, при этом понятно, что происходит за, так скажем, за стеной серверной комнаты. Вряд ли какой-то пользователь представляет. Совершенно верно. Да и не должен представлять. По большому счету, ему какая разница. По большому счету, какая разница, что там происходит. А там происходит самая важная часть работы. Там как раз происходит определение работоспособности вашего компьютера. И идентификация вас как пользователя. И определение уровня секретности доступа к той или иной информации. И пользования той или иной системы, в которую вы бы хотели входить. Конечно, серверное и вообще серверное направление развивается такими же темпами, как и мобильные устройства. Мы просто этого не видим зачастую. А так и производительность. Можно сказать, что основная работа как раз там происходит. Основная работа происходит там. Все, что на поверхности, это уже эстетика. Во многом эстетика исключительно. Конечно, ну и в общем лидерство, оно важное в разных сферах, но в том числе там лидерство в серверной группе. Это одна из основных компонентов вообще успеха любой серьезной корпоративной системы. Ну вот так вот. Не выдавая там финансовые какие-то результаты на горы, могу сказать, что Dell быстро достаточно двигается к мировому лидерству в серверах. Что очень сильно подвинет вперед, так сказать, всю технологическую мысль и, наверное, выбор клиентов. Даже наверняка. Борис, у нас есть звонок, давайте послушаем. Давайте послушаем. Владимир, день добрый, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Давно интересуюсь этой проблемой. Еще с тех пор, когда компьютеры мы назывались BSM-6 и так далее. Знакомы, наверное, да? Давно это было. Это когда целое здание занимало компьютер. Я помню эти времена еще. Я вам хочу сказать, такой вопрос к вам задать. Понимаете, значит, вот лаптопы, которые вы, так сказать, восторгаетесь которыми, они не позволяют получить хорошую обработку вычислительных данных. Потому что, и не смогут, наверное, позволить, потому что оперативная память у них ограничена. Значит, таким образом, чтобы работать на них, мне требуется выходить в интернет и пользоваться облачными технологиями. А именно, значит, компьютерами, расположенными в Соединенных Штатах Америки. Таким образом, если я занимаюсь серьезными конструктивными какими-то работами, да? Я таким образом при разработке уже подключаю к своим... Секретным, давайте, секретным разработкам. Секретным, да, Соединенные Штаты Америки однозначно. Совершенно верно. Вот, что мы наблюдали вот на этом товарищи, который сегодня у нас живет, по-моему, да? А, про которого? Который в Шереметьево задержался ненадолго? Да, который, так сказать, опоздал на рейс. Понятно, понятно. Вот, значит, и Соединенные Штаты давно-давно мечтали, значит, управлять миром, чего они достигли сегодня за счет вот этой вот самой технологии. Поэтому настольный компьютер – это исключительная вещь для защиты, так сказать, своих данных, в том числе изобретательских данных. Вот, так сказать, посякательство врага, допустим, так скажем. Согласен. Владимир, спасибо огромное. У нас время новостей. Мы послушаем новости, потом будем отвечать. Итак, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам. Сегодня мы обсуждаем концепцию BYOD. Что это такое, зачем это нужно, как это используется. В гостях бизнес-класса Борис Щербаков, генеральный директор DEL. Ну и телефон, я напомню, чуть позже. Владимир звонил, задал вопрос, такой стратегический, я бы даже сказал вопрос. Вопрос, о котором мы затрагивали немножко, это вопрос безопасности. То есть, насколько все-таки это безопасная система. И где вот тот раздел, дальше которого идти не следует. Дело в том, что пользователями компьютеров, безусловно, являются не только обычные корпоративные клерки, но в том числе и серьезные, достаточно государственные структуры. И разработчики, информация о действиях которых не должна попадать в внешний мир. Был упомянут недавний, так сказать, казус Шереметьевского сидельца. Но справедливо. Доступы, ограничения доступа, идентификация пользователей. Это очень важный момент, я о них говорил. Безусловно, каждое государство, каждая корпорация, государство тоже отчасти корпорации, серьезно занято защитой своих интересов. Это справедливо. Своих интересов, своей информацией в данном случае. Да, и в данном случае своей информацией. Но не надо преувеличивать значение и переводить ее в разряд паранойи. Мы давно уже отдаем свои персональные данные, огромное количество внешних источников. И говорить о том, что сейчас мы вдруг соберемся и ничего не будем, делиться со внешним миром, это невозможно. Безусловно, Россия сильно интегрирована в мировые процессы, в том числе в разработку софтверных продуктов. И, безусловно, переток информации идет туда-сюда. У нас работают тысячи программистов, которые заняты одним делом. Они работают на крупные американские и западные корпорации, создавая первоклассные, передовые продукты для этих корпораций. Ну, о чем мы можем говорить? Естественно, переток информации, он уже состоялся. Да, но есть сферы, которые требуют фаерволов, так называемых защитных стен, дальше которой не идет информация. Создается российскими разработчиками, создается российскими компаниями, которые имеют все степени необходимой лицензии. От компетентных органов. И это правильно, это нормально, мы сотрудничаем со многими этими компаниями. Если уж совсем говорить примитивно, если вы не хотите, чтобы вычислительные мощности, которые работают на вас, были расположены на другой территории. Я уж не знаю, о каких вычислительных мощностях идет речь, но вполне... Какого размера. Какого размера, да. Какое количество петабайт информации вам нужно обрабатывать. Но я могу сказать, что уже на российской территории, совершенно защищенной, можно сказать, и прочейшей все степени лицензирования, уже давно существуют центры обработки данных, ЦОДы, так называемые, или в английском варианте Data Centers, которые управляются, в том числе, нашими партнерами, крупными компаниями, как, например, компания IBS или компания Крок, на рынке вполне известная. И десятки-десятки компаний российских пользуются этими ЦОДами. Ну, а, по сути, облачные вычисления не сильно отличаются, на самом деле, от СОДа. Мы только говорим о большем расширении используемой там серверной техники, но, по сути дела, облака в России, они уже создаются. Поэтому пользуйтесь на здоровье облаками. А в России... А любой пользователь, да, может, собственно... Ну, корпоративный, как правило. Ну, с другой стороны, вы же тоже, как пользователь, пользуетесь, например, App Store, да, это, по сути, это облако. Вы можете проводить бэкап вашей информации в облаке Apple на сегодняшний день, я вижу вас, вы используете компьютер, iPad. И это уже, по сути дела, там, облако международного класса. Ну, вот даже тот же ЦОД, там, Кроковский, он, так сказать, в том числе использует технологии Dell, не побоюсь этого слова, это приятно. Мы создаем эту инфраструктуру и на российской территории тоже. А говорить о закладках, там, о перемещении информации, ну, это дело специалистов. Я не думаю, что нужно переводить это, действительно, там, в разряд какой-то, там, серьезной проблемы для широкого круга пользователей. Особенно тех, кто просто хочет в компании пользоваться своим устройством. То есть, если, действительно, да, речь идет о каких-то суперсекретах, то, наверное, их вполне возможно, да, и для этого способа есть сохранить. И сегодня вас просто в огромное количество заведений не пустят со своим устройством и по понятным соображениям безопасности. Мы говорим о широкой сфере применения, мы говорим просто о рыночной модели. Рыночная модель такова, что вам корпорации, компании все больше и больше будут доверять использовать свое устройство в своей сети. При этом организуют, соответственно, необходимый уровень взаимодействия этого устройства. Они должны слышать друг друга, понимать друг друга, работать на одном, на одном, в одном ключе и быть защищены. Вот все. Если примитивно говорить. Спасибо. Ну, не настолько уж и примитивно, все понятно, как минимум. Борис, давайте продолжим разговор, собственно, о концепции. И мы посмотрели на эти вещи с точки зрения корпорации. Безусловно, у нее есть прямая материальная, я бы сказал, даже заинтересованность в том, чтобы, да, предложить своему сотруднику вот такую систему взаимодействия, приходить со своим гаджетом. Вот, мы его как надо настроим, и будет тебе счастье. Да. А как выглядят эти взаимоотношения с точки зрения сотрудника? Ему это всегда выгодно, или, может быть, у него какие-то есть проблемы в использовании собственного мобильного устройства на работе? Может, он не всегда согласится? Ну, мы бы хотели, чтобы этих проблем не было. Такие они есть. Чтобы мы легко встраиваем. Но надо сказать, что проблемы, наверное, с любой технологией, они возникают периодически. И мы были свидетелями недавнего старта, достаточно сложного старта новой операционной системы, это тоже Windows 8, первая версия, которая достаточно тяжело пошла. Она пошла почему? Потому что ее со скрипом принимали, или она технологически? Скорее всего, там были технологические, требования технологических доработок привело к тому, что мы ожидаем выхода следующей версии, 8.1, совсем скоро, по осени. По-моему, 17 октября, по-моему, назначила Microsoft дату выхода, это новая версия. Она будет более удобной. Кстати говоря, я слышал такой интересный момент, говорит, самое неприятное в операционке Windows 8, это то, что там нет кнопки старт. Я говорю, а почему старт? А потому что нельзя закрыть программу, как привычным образом. Хотя, когда она была, кнопка старт, все говорили, самое абсурдное, что можно придумать в операционной системе Windows, это то, что закрытие программы осуществляется через кнопку старт. Вот такой поворот сознания. Ну, мне кажется, это опять стремление просто на ровном месте покритиковать. Ну, абсурдно, но это факт. Некоторые предпочтения потребительские из-за этого сместились в сторону других операционных систем. И приходится подстраиваться под рынок, да? Да, но я не думаю, что они создадут новую кнопку старт. На самом деле, там достаточно просто в этой операционке, если кто в ней работал. Можно привыкнуть и к ней тоже, поверьте мне. Ну, конечно, когда некоторая адаптация потребуется, и в том числе настройка некоторая, подстройка под корпоративной системой стандарта безопасности, существующая в корпорации, они, конечно, требуют некоторого времени. Но, поверьте, компенсируется потом удобством вашего взаимодействия. Вам не следует, не нужно открывать там новые никакие устройства. Вы со своим же компьютером спокойно продолжаете работать, где бы вы ни были. Будете вы там на Wi-Fi работать у себя в офисе, или на том же Wi-Fi в гостинице в Париже, куда вы полетели случайно с семьей, или на даче, когда огурцы солите. Совершенно верно. Ну, парадоксально все-таки звучит. Я поехал в Париж с семьей, наверняка же не в командировку, и, значит, активно работаю. А если нужно срочно входить? В Париж срочно? В Париже срочно. Бывают разные ситуации. Согласен, согласен. Кстати, у сотрудника в данном случае есть выбор? Есть. Или поскольку он уж, что называется, круглосуточно привязан к рабочему месту, он обязан просто в любое время? Да нет, конечно нет. Это выбор любого человека, выбор любого сотрудника. Когда раньше уезжали мы в отпуск с вами, Борис, да? Ой, Господи. Можно было просто исчезнуть из жизни. Маме позвонить трудно, потому что очередь. Ну, для мамы, да, для мамы нашлось бы, конечно, желание. Очередь в телефон была, конечно. О, да, междугородный. А так, в принципе, все. Я в отпуске. Что это значит? Это значит, я абсолютно в другой действительности. Но сейчас просто невозможно себе представить. Ну, объем информации увеличились многократно, безусловно. Мы стали настолько вовлечены в это, что трудно полностью от этого отрешиться. Даже мобильный телефон — это точка входа со стороны корпоративной жизни. Вот как бы она не была нежеланна в тот момент, когда вы в Париже с семьей находитесь, тем не менее, это точка входа. Вас все равно могут найти. Поэтому абсолютного фаервола здесь трудно себе представить. Ну, а, кстати, о выборе, если мы говорим вот с этой точки зрения. Какой у сотрудника есть выбор? Потому что он отключиться может, и все. Ну, в принципе, он может отключиться. Никто его не заставляет держать постоянно включенным телефон. Это все зависит от уровня ответственности, уровня... Сознания, созначенности. Сознания. Я не сторонник загонять всех в жесткие какие-то рамки корпоративного устройства, что давай обязательно, должен включить. Нет, это исключительно зависит от... Если человек успешно делегировал свои полномочия, уехав в отпуск, и вместо него работает такой же полнофункциональный его заместитель, то проблем-то вообще никаких не возникает. Кстати, раньше говорили, да, что успех руководителя, это как раз вот возможность, да, всем все рассказать, как и спокойно в Париже. Успех руководителя в том, чтобы предприятие работало в момент его отсутствия. И в его отсутствии, конечно. Это 100% могу это подчеркнуть. Это высший профессионализм, согласен. При этом любой начальник остается на связи, имеет возможность контролировать, использовать свое, там, не свое устройство, это не важно, имеет возможность контролировать систему. Чего там те же, там, 20 лет назад, конечно, мы об этом не могли мечтать. А сейчас это возможно. Ты можешь и заходить, и контролировать, и давать разрешение, там, отзывать разрешение, моделировать, там, все что угодно. Можно делать с любой точки меры. В данном случае для руководителя действительно мечта осуществилась, да, мечта, сбылась мечта. Для руководителя, который хочет постоянно держать руку на пульсе, осуществилась мечта, но не все руководители этого хотят. Слава богу, слава богу. Пока еще не все, да. Слава богу. Кстати, говоря о руководителях, вот смотрите, мы вспомнили, да, гаджеты там на базе андроида, да, EOS пресловутый, и все-таки говорят, что для руководителей не самые удобные штуки-то, вот они все-таки на Windows посматривают. Это правда? Почему это так? Я, честно говоря, не определял для себя, какие предпочтения. Я одно знаю, что руководители тоже меняются, они подвержены тем же самым психологическим трансформациям, что и обычный человек. Какой бы ни был руководитель, какого бы уровня, там, владелец крупного бизнеса, там, 10 лет назад трудно было себе представить, чтобы он пользовался, там, переносным компьютером. Очень трудно. Почему нет трудно? Потому что это, ну, далеко было до переносного компьютера? Ну, во-первых, компьютеры были достаточно массивные, 3 килограмма это было нормально, там, 2,5-3 килограмма, там, потом они стали снижаться, 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 вот те самые пресловутые форм-факторы, они привели к тому, что, там, лет 5 назад это стало возможным просто носить с собой, как книжку, там, переносное устройство, которым можно, посредством которым можно управлять. Причем их не надо было заставлять. У всех руководителей дети, как правило. Дети во многом этому поспособствовали, подтолкнули. Поэтому первая и основная категория продвижения любого устройства, конечно, это дети. Дорого. Ну, я не беру, там, сервера или, там, устройство хранения данных, конечно, дети в этом ничего не понимают и не должны понимать. А вот переносные гаджеты, конечно, это, в основном, идет движение с улицы, с рынка и от детей во многом. Многие руководители лет 5, там, год 3 назад уже просто взяли его с собой и стали носить. Я вспоминаю, начало 90-х годов, один владелец бизнеса мне говорил, я, мобильный телефон мне не нужен, я его не ношу с собой. Ну, потому что у него охранники сзади стояли и его носили. Ну, он тогда был большой, если вы помните. Помню прекрасно. Чумоданчик такой. Потом пришло время, он стал его носить, там, один телефон, потом два телефона стал носить. Это все, да, признак хорошего вкуса. Признак хорошего вкуса. Теперь он может носить, там, один свой гаджет. И в нем все. И в нем, в принципе, все, что ему нужно. В принципе, и мобильный телефон, и устройство, которое его соединяет с его же корпоративной системой, в которое он может, там, дать или не дать разрешение финансовому директору, там, на проведение какой-нибудь сделки. Ну, и весь объем информации, который содержится в мировом интернете, я уж боюсь сказать, какие там объемы, там, разные, там, цифры говорят. Вот если бы все сложить, напечатать, я очень люблю это всегда сравнение, то чуть ли не там до Нептуна сложится столб книг. Ну, так представить себе это трудно. Трудно, но это невозможно. Точно так же, как представить, что такое бесконечность, что такое вселенная. Ну, масштаб, тем не менее, давит. Сейчас мы еще раз прервемся, новости, новости. Что ж, друзья мои, продолжим эфир. Последняя его, к сожалению, последняя его часть у нас осталась еще 12 минуточек. Я напомню, сегодня мы обсуждаем концепцию BYOD, говорим о том, что это такое, зачем это нужно. У меня в гостях Борис Щербаков, генеральный директор компании DEL. Еще раз напомню, телефон студии 6510-996, код Москвы 495, сайт компании finam.fm. Закончили мы предыдущую с вами беседу, Борис, посмотрев в небеса, пытаясь представить вот этот масштаб информации, которой мы сейчас имеем, все, в принципе, имеем доступ. Мы говорим о некой глобальных вещах. Я вдруг подумал, что, в принципе, успех бизнеса в той или иной степени складывается из масштаба личности, который этот бизнес затевает. Примеров в истории огромное количество и в истории, и в современности. И мне казалось, что Майкл Делл, он как-то тоже достоин, да, чтобы его в этот ряд поставить, потому что это личность, как вы считаете? Ну, безусловно, это еще до того момента, когда я пришел работать в DEL, это мне было совершенно очевидно. Майкл Делл создал компанию почти 30 лет назад. В следующем году мы будем праздновать 30-летие компании. Это был как раз преснопамятный 84-й год, ну, каждый из вас может вспомнить. Прошу прощения. Кто что делал в 84-м году? Ну, так, рефлексируем, вспоминаем, вспоминаем. Да, 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 я вспоминаю, вспоминаю, вспоминаю. Да, вот Майкл Делл, молодой тогда человек, он сейчас молодой, ему там всего 49 лет, он тогда со своими товарищами в одной из комнат общежития в университете, где он учился в Остине, в Техасе, он начал строить компьютеры. Он начал делать так, чтобы было удобно потребителям компьютеров. Он обратил внимание на то, что не все конфигурации персонала, которые появляются на рынке, они удобны потребителям. Где-то нужно расширить память, где-то добавить там какую-то шину. Ну, начал он строить, он об этом рассказывал, мне в том числе, рассказывал, как это, в общем-то, было достаточно интуитивное занятие. Но когда они начали продавать там уже десятками эти вот вновь построенные компьютеры, стало понятно, что это определенный бизнес, это можно построить, так сказать, дальнейшее технологическое развитие компании. Ну, и вот худо-бедно за последние 30 лет Делл превратился в такой, в одной из лидеров информационной индустрии, сначала сделав ставку на создание собственной конфигурации для каждого из клиентов, а потом постепенно, переходя в следующие-следующие ниши, то есть возможность построить вашу конфигурацию компьютера осталась. Делл по-прежнему предоставляет такую возможность. Ну, конечно, он сдвигается все больше и больше в сферу унифицированных таких конструкций, которые можно быстрее создавать и быстрее продавать. Унификация, стандартизация, вот это основные направления развития. И за последние несколько лет произошла тоже достаточно серьезная трансформация. Делл далеко уже не только мониторы, к которым мы все привыкли. Если все, кто смотрит американские блокбастеры, наверное, для себя могут вспомнить, что нет еще такого крупного фильма, где бы не стоял монитор Делла. Но это не только мониторы, это не только настольные компьютеры, которые прославили, собственно, и Делла, и бренд этот. Но намного более серьезные вещи. Это корпоративные системы. За последние 3-4 года компания приобрела около 20 серьезных лидеров в каждом из сегментов. Это и система хранения данных, это сетевое оборудование, это софт, управляющий софт, это софт безопасности. И вот в результате развития собственной базы, так скажем, органического развития компании, в результате приобретений создался достаточно серьезный такой пул корпоративных технологий, которые могут обеспечить создание корпоративной системы от, как мы говорим, от стены к стене. То есть полностью закрыть все возможные потребности крупных корпоративных клиентов, среди которых практически все крупные компании из списка Fortune 500 являются так или иначе клиентами компании Dell. Эта трансформация компании, она приводит к тому, что мы, естественным образом, оставаясь в нише потребительской, то есть в той самой функциональной нише, о которой мы говорили, мы все больше и больше смещаемся в сектор так называемых тяжелых технологических решений. — Тяжелые это в смысле? — Тяжелые в смысле, не в смысле операционных возможностей или управления, а в смысле вычислительных мощностей и задач, которые стоят. Как правило, система уровня или масштаба предприятия или крупного государственного учреждения. И это вот, так скажем, наиболее интересная ступень развития компании, о которой можно было бы говорить в сегодняшней нашей встрече. — Помимо концепции BYOD. — Да-да, о которой, собственно, мы и говорим. Так, ну, последнее, да, поскольку часть у нас еще немножко времени осталась, давайте поговорим о неких перспективах, перспективах развития компании, перспективах, собственно, концепции BYOD. Насколько она, на ваш взгляд, будет востребована в России, все-таки об этом мы тоже не должны забывать. Ведь есть некая, да, ментальная составляющая по поводу... — Конечно, конечно. Ментальность играет огромную роль. И, кстати, вопрос, который прозвучал во время эфира, он достаточно характерный вопрос. — Именно для россиянина. — Именно для россиянина. Именно для россиянина, для человека, проведшего многие годы в определенной системе, где была достаточно замкнутая система разработок и обмена информацией. — Это мы про Советский Союз говорим. — Ну, мы говорим про Советский Союз, но мы во многом, так сказать, являемся правоприемниками и преемниками этой же системы. Конечно, это факторы, которые влияют на восприимчивость к новой технологии, но остановить прогресс невозможно, и это стало понятно всем, и не только в нашей стране, но и в других странах, которые намного более закрыты. — Кстати говоря, вы слышали, что в Северной Корее уже мобильные телефоны используются? — Да вы что? Первые слышу я. — Серьезно, в Северной Корее тоже переходят все больше и больше на стандарты. По крайней мере, пока внутренние открытости, они не имеют доступа в интернет, не имеют доступа к внешним провайдерам, но внутри в Корее тоже... — Прогресс идет. — Ну, неизбежно, конечно. Вода камень точит, и нет такой ситуации, когда бы технологии, если им дают возможность развиваться, они бы не привели к все больше интеграции той или иной страны, той или иной социальной группы людей во внешний мир. Это невозможно. Остановить прогресс практически невозможно. Наверное, можно, но это надо скатываться в такой средневековье, в такие дикие времена. — Слишком большие ресурсы нужны. — К этому никто не готов, и таких ресурсов, в общем-то, ни у кого нет. — Поэтому я думаю, что перспективы концепции BYOD в России, они абсолютно радужные и такие же, как и во всем мире. Безусловно, мы будем наверняка свидетелями принятия, может быть, каких-то ограничительных законов, что мы видим уже в той или иной сфере, это можно, это нельзя. Что тоже, в общем, вполне вписывается в рамки развития любого общества, любого государства, которое хочет себя оградить от каких-то нежелательных последствий, нежелательного контента. Это вполне естественно. Там будут эти ограничения. Но, по большому счету, остановить они не смогут ни расширение устройств, ни следующие очки Google какие-нибудь, ни следующий чип, встроенный в ухо влевое. Ну, все, что придет на смену ныне действующим, кажется, на устройствах, а это придет неизбежно. Каждый год они появляются все больше и больше. — Но очки Google — это уже, в принципе, реальность, да? — Это реальность, но вы знаете, о каких ограничениях мы говорим. То же самое, там, частная жизнь, защита частной жизни, например, очки Google, они не сильно предрасположены соблюдать законы, которых напринимали во многих государствах, которые касаются ограничений проникновения в частную жизнь. Ну, неизбежно с этим будем сталкиваться, немножко форматировать, подстраиваться, находить... — А, кстати, вот кто будет подстраиваться? Google под законодательство или под текущее восприятие? — Ну, поначалу Google под законодательство. — Или законодательство уже под... — Это однозначно. Нет. Ну, поначалу, безусловно, производитель, суверенное государство вправе принимать любые законы. Начнем с этого. Какие бы ни были законы, их надо соблюдать, прежде всего. А потом уже, так сказать, пытаться оказывать там свое влияние, если есть такая возможность, на формирование следующего шага, на изменение этого законодательства. Ну, наверное, так оно и будет. Но поначалу такие взрывные вот неожиданности, они появляются на горизонте. Ну, это интересно. От этого жизнь становится все более интересной. — Совершенно верно. В этом жизнь, да. — Конечно. В этом наша жизнь состоит. Ну, а Дэл будет двигать технологию вперед, неостановимо двигать вперед во всех проявлениях. — А вот опять, если мы вернемся к разговору о ментальности, она вообще под воздействием технологий ли, под воздействием, может быть, каких-то других событий в нашей жизни, она может трансформироваться, как вы думаете? — Ну, неизбежно, конечно. Обилие информации, которая вываливается на нас, она начинает формировать и некоторые системы взглядов и ценностей. Мы, например, намного проще относимся к тому, о чем мы знаем. Ну, это очевидно, любой человек, да. И наоборот, мы стараемся закрываться от той информации, которая нам непонятна, неизвестна, потому что она потенциально несет в себе угрозу. И чем больше мы открываемся внешнему миру, в том числе за счет использования всякого рода новомодных концепций и многого количества этих гаджетов, тем более толерантными мы становимся, тем более открытыми к инновациям, к внешнему миру, к изменениям. Конечно, это сказывается на каждом человеке по-своему, потому что каждый индивидуум представляет из себя микрокосмосом в себе. Как я раньше говорил, там один, прочитав трех поросенков, падет с кистенем на дорогу, а другой заснет спокойным сном. Ну, разные люди. Хорошо это или плохо. Человеческая природа, она сильно не меняется на протяжении тысячелетий уже известного развития человечества. Но, тем не менее, на формировании взглядов, безусловно, сказывается. Я понял. Спасибо огромное, Борис. Пару слов еще у нас минуточка есть. Можете адресовать их нашим слушателям. В связи ли с концепцией BYOD, в связи с чем-то другим? Да нет, в связи с концепцией BYOD я бы просто пожелал всем успешно работать на любом устройстве, находить там свою правильную нишу, строить свою карьеру, используя или не используя технологические какие-то решения. Во многом это зависит от человека. Технологии нам помогают в жизни, не более того. Это не есть первоопределяющий какой-то фактор развития, интеллектуального развития человека, эмоционального развития. Но они помогают. Они открывают огромную вселенную. То есть в этом случае человек тоже должен воспринимать это как некую стороннюю помощь. Конечно, воспринимать это как данность. Мы живем в этом мире. И этот мир полон именно потому, что в нем существует все, в том числе и концепции BYOD. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Уважаемые слушатели, мы заканчиваем наш эфир. Я напомню, сегодня в студии бизнес-класса Борис Щербаков, генеральный директор компании ИДЭЛ. Мы обсуждаем концепцию BYOD, что это такое, зачем это нужно. Я надеюсь, теперь это стало понятным. Всего хорошего, успехов в бизнесе. До свидания. Спасибо. До свидания.